Уважаемые, ну, я буду считать, потенциальные будущие коллеги, с которыми придётся, возможно, работать, я имею в виду в хорошем смысле слова. 20 старшеклассников по струнке сидят перед следователем, не пропускают ни единого слова. И это погружение ребят в будущую профессию. Сотрудник правоохранительных органов отвечает на все вопросы и подробно объясняет всё о своей непростой, но высокооплачиваемой работе. Средняя заработная плата следователя на выходе – это около 50 тысяч. Следователи, которые работают, имеют опыт более 10 лет и имеют определенный стаж работы, они имеют заработную плату до 80 тысяч. Следственный комитет России в свой золотой кадровый резерв уже давно набирает не только готовых юристов с дипломами, но и школьников. Ребятам уже в этом году нужно будет собрать документы и подать их в профильный вуз. И чьи-то детские глаза уже зажглись любовью к профессии. Я, конечно, понимаю, что это будет тяжело. Это не факт, что это будет работа на одном месте, что это возможны какие-то повышения или даже просто командировки различные, то есть это разъезды все. Да, я понимаю, что всё будет очень тяжело и сложно, но я не привыкла сдаваться и всё-таки я пройду до конца. Точно так же выступают представители машиностроительных компаний, логисты, айтишники и другие специалисты. Такие круглые столы в гимназии номер 14 проводятся каждый месяц. Результат очевиден. Ребята с 9 класса точно знают, кем будут работать и в какой вуз пойдут учиться. Начинают мыслить стратегически, понимают, какие профессии будут востребованы в 2025 году. Сейчас мы войдём в помещение, которое напоминает настоящую биржу. Например, все эти старшеклассники сейчас составляют бизнес-планы и легко апеллируют такими понятиями, как налогообложение или кредитная ставка. Хотя это всего лишь рядовой урок экономики. Главное требование к старшеклассникам – составление такого бизнес-плана, который можно отправить в работу уже завтра. И они справляются. Педагоги уверены, нужно воспитать человека гибкого и легко адаптирующегося под изменчивый мир экономики. Эта школа – одна из немногих, которые могут похвастаться своими невероятно успешными выпускниками. 85% выпускников, мне кажется, это очень хороший, достойный показатель, 10-11 класс, обучаясь в системе профильного обучения, профессионально дальше выбирают тот направление, обучаясь в высшей системе образования. Самое главное, что в гимназии с правовым и экономическим профилем детям дают свободу выбора профессии. И если кто-то захотел быть врачом, он также посещает неоткрытых дверей в вузах и общается со знаменитыми медиками. Как результат, у многих от одного только упоминания о своей будущей профессии поднимается настроение. Это очень важная профессия, очень полезная, врачи не всем нужны. Мне кажется, это помощь людям.